От этой работы зависит посевная компания сразу в трёх районах – Назаровском, Ачинском и Большую Луйском. В местном отделе Россельхозцентра приступили к проверке овощных и зерновых культур, как крупных аграриев, так и небольших ферм. Всё должно соответствовать ГОСТам. Только в этом случае эксперты допустят сельхозпредприятие к посевной. Пробы берут с каждых 60 тонн зерна. Определяем чистоту, схожесть, чтобы семена росли хорошо. Если при проверке семена ниже 87%, то это семена уже считаются несоответственно требуемым ГОСТам, и высевать их не рекомендуется. Также проверяем влажность. Влажность очень необходима во время хранения. Если будет высокая влажность, то, значит, семена будут плохо храниться. 200 штук семян, конкретно зёрен пшеницы, закладываются в рулон. Смотришь, общий процент заболевания на пшеницу. Особое внимание сотрудники Россельхозцентра уделяют выявлению заболеваний зерна. От этого зависит урожайность. При необходимости проверяется и почва на наличие тяжёлых металлов. Их концентрация влияет на безопасность. В качестве земли со своего участка не сомневается известный в городе коллекционер овощных культур Надежда Бережнова. Садоводы, как и крупные аграрии, уже приступили к подготовке к новому сезону. Я храню семена и предлагаю людям только в течение трёх лет. Это этого года семена. Их мало почему, потому что град выбил у нас в этом году больше 60 сортов. Это прошлого года, а это позапрошлого года. Например, такие сорта, как вот Белла, мы садим каждый год. Потому что семена разбираются хорошо. Она вкусная, много и ранее. Как её не садить? Подснежник точно так же. Как его не садить? Надежда Бережнова входит в десятку лучших коллекционеров России. В прошлом году она вырастила чемпиона среди помидоров весом более полутора килограммов. В её коллекции 600 сортов томатов, 85 видов перцев, огурцы из Израиля. Семена она выписывает из Европы и США. И всё это удаётся вырастить всего на шести сотках земли. Опытный коллекционер советует уделять внимание качеству семян. Я сажу эти пять семечек и смотрю. Если первый выскочил, это не говорит о том, что он очень хороший. Значит, у него сила только хватило, может, на прорастание. Может, он уже заведомо плохой. Непонятно, тонкий, длинный, непонятно что. Я его просто вырезаю. Дальше выросли четыре, например, а пятый запоздал. Значит, тоже что-то с ним не то. Значит, остаётся уже три. Из пяти три. И потом из трёх я начинаю смотреть. В феврале Надежда сеет лук. В скором времени, как и другие садоводы края, начнёт готовить рассаду помидоров и перцев. Весну в этом году обещают пузнюю. Но лето, по прогнозам, будет жарким. А значит, надежда на богатый урожай есть. Александра Арепева, Дмитрий Шевцов. Новости. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...